всем доброго времени суток сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такой вот шарик который крутится на ниточке вот видите такой объемный красивый шарик для того чтобы он у нас хорошо смотрелся и вот так вот двигался нам нужно кое-что сделать фотошопе итак переходим фотошоп для начала нам нужно будет сделать текстуру для нашего шарика я открываю файл вернее создаем возьмем здесь ширину 1000 пикселей а высоту 500 окей вот у нас такая вот будет текстура для шарика значит что нам нужно в первую очередь в первую очередь нам нужно сделать фон давайте попробуем его сделать для того чтобы сделать фон мы воспользуемся прежде всего инструментом градиент вот я выбираю градиент вот у меня высветился вот такой вот по цвету градиент я добавлю сюда несколько ключей то есть просто левой кнопкой мыши щелкаю по низу вот этой шкалы и вот у меня добавляется как бы ключевые кадры я выбираю вот этот маркер и вот у меня появляется пипетка нажимаю на вот этот цвет и у меня появляется точно такой же теперь выбираю вот этот и вот точно также у меня получится можем немножечко раздвинуть их чтобы они равномерно стояли друг возле друга и вот у нас получился такой градиент нажимаем кнопку ok теперь я выбираю линейный градиент зажимаю клавишу shift и провожу линию вот у нас получился такой градиент теперь нам нужно его немножечко видоизменить чтобы он был не полосами а имел более красивый вид я захожу фильтр рендеринг облака видите вот он у нас стал вот таком вот интересным но чтобы придать ему бархатистость давайте сделаем еще и текстуру опять заходим фильтр текстура и выберем зерно ну это ярко получилось сейчас мы интенсивность немножко уберем и вот у нас получилась вот такая вот текстура нажимаем ok и так фон у нас готов теперь нам нужно сюда поместить я могу поместить деда мороза и снеговика они у меня уже заготовлены вы если захотите можете поместить сюда фотографии своих друзей любимых или детей для кого вы делаете этот ролик я думаю будет очень приятно увидеть себя на крутящемся шарике итак я открываю файл дедом морозом сейчас я его найду вот у меня есть дед мороз беру инструмент перемещения зажимаю левую кнопку мыши и перетаскиваю его сюда этот файл я закрываю он нам больше не нужен а деда мороза нужно немножечко уменьшить заходим в редактирование трансформирование масштабирование колесико мышки двигаем так чтобы окно наше уменьшилось зажимаем клавишу shift и уменьшаем и немножечко подвинем вот так наш дед мороз готов нажимаем клавишу enter и еще я сюда помещу снеговика захожу опять в файл открыть вот у меня есть снеговик я его тоже открываю точно так же перетаскиваю этот файл закрою а снеговика немножко уменьшу редактирование трансформирование масштабирование тоже зажимаю клавишу shift и тяну за уголок и ставлю на место вот у нас появился снеговик нажимаем клавишу enter и вот наша текстура для шарика практически готова можно добавить еще небольшой тень для деда мороза и снеговика чтобы они смотрелись более объемно для этого щелкаем правой кнопкой мыши по слою со снеговиком выбираем параметры наложения и вот здесь выбираем тень я выставляю вот так сверху хотя можно нужно поставить и вот так немножечко посмотрим тут с размером размахом можно непрозрачность уменьшить чтобы не так ярко выделялась наша тень в общем то на этом можно остановиться нажимаем клавишу ok теперь чтобы точно такая же тень у нас была и под дедом морозом я нажимаю клавишу alt и вот этот значок переношу на слой с дедом морозом видите он у нас скопировался туда же и получилось точно такая же тень вот если я немножко увеличу вот та текстура которая у нас получилась теперь нам нужно ее сохранить и потом мы будем ее использовать еще есть один небольшой нюанс мы эту текстуру будем использовать для шарика то есть вот такого размера 1000 пикселей на 500 пикселей она нам не нужна мы можем сделать ее меньше более того когда мы будем делать объемное движение фотошоп может сказать нам что у нас не хватает памяти поэтому мы вот эту текстуру сейчас немножко уменьшим для этого заходим в изображение размер изображения и вот здесь давайте высоту поставим 300 или даже высоту поставим 200 и поскольку у нас сохраняются пропорции то у нас автоматически и ширина тоже уменьшилась нажимаем ok и вот этот файл мы теперь сохраняем файл сохранить как ищем папку и сохраняем в нее с расширением png давайте назовем его один сохраняем сохраняем следующая текстура которую нам нужно сделать это текстура для крышечки нашего шарика металлическая крышечка которая тоже будет вращаться итак я создаю новый файл размеры его возьмем точно такие же чтобы нам легче было работать а потом уменьшим это мы можем удалить теперь мы сделаем металлическую крышечку нашего шарика для этого мы берем инструмент форма берем прямоугольник с закругленными краями вот тут радиус поставим 50 пикселей и просто вот так вот рисуем ну вот примерно вот такой вот формы у нас прямоугольник получился теперь нам вверх вот этот вот не нужен мы можем его убрать для этого берем инструмент выделение прямоугольная область и вот так вот верхнюю часть выделяем нажимаем на клавиатуре клавишу дел и видите что у нас получилось то есть у нас получился как бы верхний один лепесток выделение отменяем и давайте чтобы он более реалистично смотрелся зальем его градиентом берем инструмент градиент нажимаем левой кнопкой на окно градиента и здесь нам уже не нужны все вот эти промежуточные бегуночки мы их просто удаляем я нажимаю левую кнопку мыши на этом бегуночке и не отпуская поднимаю их вверх и вот таким образом я их все удалила у меня получился градиент от одного цвета к другому нажимаю ok и вот этим градиентом выбираем его линейным и вот так вот с нажатой клавишей shift просто проводим и видим что у нас наложились два цвета и получилось вообще непонятно что этот результат нас не устраивает поэтому мы вернемся назад на один шаг отменить выделение добавим еще один слой вернемся на слой с фигурой и зайдем в выделение загрузить выделенную область окей вот наша область загрузилась мы переходим на тот слой который мы только что создали и его уже заливаем нашим градиентом нажимаем клавишу shift и проводим теперь нам нужно залить это выделение контуром мы заходим в редактирование выполнить обводку вот у нас здесь стоит 5 пикселей мы его будем делать снаружи но только цвет выберем немножечко посветлее ну вот давайте вот такой возьмем окей и здесь нажимаем тоже окей и вот у нас появилась вот такая обводка выделение мы удаляем вот получился у нас первый лепесток нашей верхушки итак нижний слой мы можем удалить он нам больше не нужен чтобы мы потом не запутались а вот этот верхний мы продублируем еще пять раз для этого нажимаем на клавиатуре ctrl G и у нас получилось еще пять копий теперь нам нужно их просто выставить я беру инструмент перемещения и вот так вот выставляю желательно вверху потому что нам все равно придется обрезать его вот так первый опускаюсь ниже рядышком поставлю второй перехожу на нижний слой добавляю третий рядышком еще ниже четвертый еще ниже пятый и шестой вот у нас фактически получилась игрушка теперь нам нужно объединить эти слои для этого мы стоим на самом нижнем слое нажимаем клавишу shift и щелкаем по самому верхнему слою теперь нажимаем правую кнопку мыши и выбираем объединить слои и вот теперь все наши слои объединены вот видите теперь мы трансформируем этот слой заходим в редактирование трансформирование масштабирование и вот так вот трансформируем вот нажимаем клавишу enter давайте сделаем рамку то есть мы вот так вот выделяем и нажимаем клавишу enter вот это у нас будет текстура для нашей шляпки заходим в файл сохранить как и сохраняем обязательно png под номером 2 теперь нам осталось еще сделать верхнюю часть нашей шляпки которая круглая сверху она будет немножечко у нас видна для этого мы добавляем новый слой здесь ничего сложного не будет вот выбираем инструмент овальная область зажимаем клавишу shift и вот так вот рисуем круг переходим в выделение трансформировать выделенную область и немножечко подвигаем ее нажимаем клавишу enter этот слой мы можем отключить чтобы он нам не мешал теперь нам нужно это выделение залить тоже градиентом но уже радиальным поэтому выбираем радиальный градиент и от центра к внешней стороне вот так заливаем теперь заходим в редактирование выполнить обводку и точно так же выполняем обводку окей выделение отменяем и вот у нас получился вот такой вот круг который мы тоже будем применять для нашей игрушки теперь мы можем обрезать все лишнее для этого берем инструмент рамку вот так оставляем то что нам нужно нажимаем клавишу enter и сохраняем файл сохранить как обязательно здесь выбираем png и сохраняем с номером 3 с этим мы разобрались теперь приступим непосредственно к созданию нашей игрушки это я закрываю файл создать здесь выбираем 200 на 200 пикселей теперь заходим в окно выбираем 3d в этом окне ищем 3d фигура из набора и выбираем сферу создать и вот нам фотошоп создал фигуру сфера на нее мы сейчас наложим материал нашего шарика и шарик будет готов итак вот у нас есть материал сферы мы открываем левой кнопкой мыши щелкаем по этому материалу и вот где у нас рассеивание вот сюда вставим текстуру нашего шарика нажимаем левой кнопкой мыши и выбираем загрузить текстуру вот текстура нашего шарика под номером 1 мы ее выбираем и вставляем и видите она у нас очень хорошо ровненько легла на наш шарик теперь нам нужно придать этому шарику движение для этого мы берем инструмент вращение вот нажимаем вот видите сколько здесь инструментов может быть нам нужно именно вращение точно так же эти инструменты отображаются вот здесь вот на этой панели теперь открываем окно анимации заходим в окно анимация здесь нам нужно немножко изменить параметры потому что по умолчанию у нас стоит 10 секунд поэтому мы нажимаем левой кнопкой мыши вот на эту кнопку выбираем параметры документа здесь выставляем 15 кадров в секунду и выбираем не 10 а 2 секунды нажимаем клавишу ОК вот наша шкала теперь разбита ровно на 2 секунды мы открываем слой и выбираем здесь положение 3d объекта щелкаем на вот эти часики и видите у нас уже сразу появился первый ключевой кадр нам нужно чтобы он вращался вокруг оси Z поэтому мы выбрали именно инструмент вращения переходим в последний ключевой кадр выбираем здесь ось Z и ставим вручную 360 градусов нажимаем клавишу Enter и теперь мы можем просмотреть что у нас получилось вот здесь начинаем проигрывать видите наш шарик вращается вокруг оси Z веб останавливаем и сохраняем его заходим в файл сохранить для веб и устройств и сохраняем давайте назовем его просто шар теперь давайте сделаем шляпку нашему шарику идем в файл создать берем тоже 200 на 200 пикселей нажимаем ОК и так 3d панель у нас открыта мы выбираем здесь уже не сферу а цилиндр и нажимаем создать вот у нас появился вот такой вот цилиндр теперь будем его раскрашивать и так у нас есть материал сверху нажимаем левой кнопкой мыши и вот здесь в поле рассеивания вот нажимаем на эту кнопку и загружаем нашу текстуру текстура у нас сверху вот такая круглая вот мы на нее нажимаем и открываем с этим разобрались теперь материал снизу нам не нужен вообще мы его не видим и он нам тоже совершенно не нужен поэтому вот здесь вне прозрачность мы ставим 0% и нажимаем клавишу Enter видите у нас нижняя часть полностью исчезла идем дальше материал цилиндра в рассеивание опять мы загружаем текстуру вот наша текстура и видите что у нас получилось внизу у нас осталась часть цилиндра которая нам совершенно не нужна она у нас должна быть не видна поэтому мы вот сюда вне прозрачность открываем эту папку и загружаем эту же текстуру и вот нижняя часть у нас исчезла то есть она стала совершенно прозрачной а все остальное видно но вы видите что наша шляпка шарика какая-то удлиненная поскольку у нас был удлиненный цилиндр нам нужно ее немножечко уменьшить по оси Z для этого мы можем нажать на вот этот треугольник и выбрать здесь масштабирование 3D объекта или вот здесь у нас тоже есть шкала мы можем здесь нажать на вот эту вот кнопочку и тоже появится масштабирование 3D объекта плюс ко всему у нас вот масштаб виден здесь по всем осям сейчас у нас выставлена единичка давайте в оси Z поставим 0.4 и нажимаем клавишу Enter видите наша шляпка сразу же уменьшилась теперь нам осталось только сделать для нее анимацию открываем окно анимация здесь у нас по умолчанию стоит 10 секунд мы сделаем 2 точно так же как и с шариком нажимаем на вот эту кнопку ищем параметры документа выставляем здесь 15 кадров в секунду а здесь 2 секунды окей шкала наша преобразовалась в 2 секунды теперь открываем наш слой и ищем положение 3D объекта нажимаем на вот эти часики наша шляпка будет вращаться по оси Z точно так же как и шарик поэтому нам нужно выбрать инструмент вращения мы его выбираем вот здесь в первом ключевом кадре у нас все нули стоят а во втором мы сделаем полный оборот вокруг оси Z то есть мы должны поставить вот здесь 360 градусов вот мы это и делаем нажимаем клавишу enter и можем просмотреть что у нас получилось вот вращается наша шляпка так как и должно быть нам осталось ее только сохранить заходим в файл сохранить для веба устройств и сохраняем вот у нас шар уже есть ну давайте напишем это шляпа сохраняем и так шарик у нас готов шляпка у нас готова нам осталось только сделать эту металлическую штучку за которую держится нитка и саму ниточку для этого я это убираю 3d окно нам тоже не нужно и анимация нам тоже уже не нужна я новый файл создаем 200 на 200 пикселей сейчас мы с вами нарисуем металлическую штучку берем инструмент перо щелкаем левой кнопкой мыши внизу щелкаем вверху и не отпуская левую кнопку мыши тянем так чтобы у нас получилась вот такая как бы кривая теперь переходим опять в перо нажимаем вот этот треугольничек выбираем инструмент угол и вот этот маркер убираем в саму точку снова переходим в перо и замыкаем нашу линию и тоже не отпуская делаем точно такую же тревогу вот примерно то что у нас получилось в принципе это похоже на ту металлическую штучку за которую держится нитка теперь ставим курсор во внутрь нашей фигурки нажимаем правую кнопку мыши и выбираем образовать выделенную область растушевка нам не нужна нажимаем клавишу ок теперь нам нужно сделать обводку этой выделенной области заходим в редактирование выполнить обводку и возьмем цвет и возьмем наверное цвет не этот а вот этот более темный у нас здесь 5 пикселей нам достаточно будет нажимаем ок цвет мы выбрали тут обязательно нужно выбрать снаружи и 5 пикселей у нас стоит нажимаем ок выделение можно отменить и вот петелька такая у нас получилась ее мы тоже просто сохраняем файл сохранить как обязательно с расширением png это у нас будет четвертый и последнее что нам осталось сделать это ниточку добавляем еще один слой этот мы можем выключить чтобы он нам не мешал берем прямоугольное выделение и рисуем вот такую вот небольшую ниточку зальем ее наверное почти белым цветом ну я взяла немножечко сероватый цвет выделение отменяем и сохраняем файл сохранить как тоже обязательно расширение png с номером 5 сохраняем и так все что нам нужно было сделать в фотошопе мы сделали теперь переходим в программу про шоу продюсер это я все закрываю и так становимся на ленту со слайдами нажимаем правую кнопку мыши ищем вставка добавить пустой слайд теперь заходим в параметры слайда нажимаем на плюс и добавляем наше изображение в данном случае наш шарф открыть прежде всего давайте выставим время нашего слайда нажимаем нажимаем на вот эти часики и смотрим 3 секунды давайте поставим 6 секунд чтобы он сделал несколько оборотов вокруг своей оси нажимаем ok поскольку шар вращается очень быстро давайте уменьшим ему скорость мы стоим во вкладке параметры слоя нажимаем на вот эту скорость и задам тим ей 50 процентов громкость убираем до нуля давайте посмотрим что теперь получается вот шарик двигается не очень быстро как раз то что нам нужно переходим в эффекты и теперь выставляем его ну сделаем чуть побольше и вот сюда поставим чуть пониже становимся на первый ключевой кадр нажимаем правую кнопку мыши и копируем следующий ключевой кадр теперь добавим сюда шляпку нашего шарика нажимаем на плюс добавить изображение вот наша шляпка открываем у шляпки те же самые параметры поэтому мы заходим в параметры слоя громкость убираем до нуля скорость выставляем 50 процентов и обязательно вот здесь повтор должен быть включен переходим в эффекты уменьшаем уменьшаем нашу крышечку и выставляем вот где то здесь вот так становимся на первый ключевой кадр нажимаем правую кнопку мыши и копируем в следующий и можем теперь посмотреть что у нас получилось вот шарик со шляпкой движется так как нам нужно нам осталось сюда добавить вот эту петельку уменьшаем ее выставляем там где нам нужно можно еще меньше сделать вот так копируем следующий ключевой кадр теперь нам нужно этой петельке тоже придать движение петелька у нас будет двигаться вокруг своей оси но центр вращения немножечко мы сместим у нас центр вращения находится примерно вот в этой точке а нам нужно поставить его чуть выше и левее поэтому вот здесь мы ставим минус 2 а вот здесь поставим минус 4 нам не видно где центр вращения но он примерно там где нам нужно теперь становимся на первый ключевой кадр и копируем его во второй переходим во второй ключевой кадр и создаем движение вот здесь вот в горизонтальном наклоне поставим 360 градусов давайте теперь посмотрим что у нас получилось вот движется шарик движется наша петля теперь нам осталось добавить сюда ниточку вот наша ниточка мы ее уменьшаем и ставим вот сюда она у нас стоит на месте поэтому мы копируем предыдущий ключевой кадр и осталось добавить фон и елочку добавляем вот у меня есть елочка и добавляем сюда еще фон опускаем вниз и смотрим что у нас получилось вот наш шарик вращается вместе со своей шляпкой и так в сегодняшнем видео уроке мы с вами научились создавать вращение шарика на этом наш видео урок окончен всего вам доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...